Национальная забастовка в Беларуси, что сейчас происходит в стране. Лукашенко сделал заявление. В Беларуси объявили общенациональную забастовку. Участники акций требуют провести честные выборы и прекратить милицейское насильство, что сейчас происходит в стране, в материале РБК «Украина». Генпрокуратура Беларуси заявила, что отпустили почти всех задержанных демонстрантов, Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что сейчас администрация арест продолжают отбывать 122 человека. Изначально сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси были задержаны около 7 тысяч человек. Также в Генпрокуратуре отметили, что проверяют возможное превышение власти или служебных полномочий правоохранителями во время задержаний демонстрантов. При этом в Следственном комитете сообщили, что 600 человек подали заявление об избиении при задержании, и еще 100 человек, что изизбили в изоляторах. Также поступило 124 заявления от силовиков, которые пострадали во время столкновения с демонстрантами. Забастовки продолжаются по всей стране колонн на бастующих, идет от Минского завода колесных тягачей, где был Лукашенко, на Минский автомобильный завод. Тем временем демонстранты собрались возле зданий телеканала ОНТ на Коммунистической и БТ на Макайонка. Фото – протест возле здания телеканала ОНТ «Нехта». Протестуют также на Беларуськалии БСК, МТЗ, митинг у здания ОНТ днем 17 августа. Пик.твиттер.ком.иджксэкзэкзэкфэкс3. Тат.бай.собакататбе. Огуст 17.2020. Интернет. В Беларуси снова отключили «Нехта» сообщает, что в стране массово отключают интернет. Сайты Тат.бай, Белта, Наша Нива, Белсат не работают также на территории других стран. Лукашенко исключает проведение новых выборов, несмотря на то, что проведение новых выборов является требованием протестующих. Лукашенко заявил, что их не будет. «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», сказал он. Правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко сложило полномочия правительства Беларуси. Ранее он поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Лукашенко отреагировал на забастовку в Беларуси. Александр Лукашенко сегодня на Эмсгам заявил, что 150 человек, которые протестуют, погоду не делают. Во-вторых, надо понимать, что плохой президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж мы их не заставим, сказал он. Лукашенко на вертолете прилетел к Минскому заводу колесных тягачей тем временем, туда идет колонна бастующих рабочих с других заводов, собираются люди из окрестных кварталов. Например, часть работников Минского тракторного завода объявили забастовку, покинули рабочие места и идут к Эмсгам, где находится Лукашенко. Фото, вертолет, на котором прилетел Лукашенко, спутник Беларусь. Медиа присоединились, работники государственной белтелерадиокомпании начали забастовку. К этой акции также готовится присоединиться гостелеканал Беларусь-1 и радио столицы. Тихановская сделала заявление главный оппонент действующей власти Беларуси Светлана Тихановская заявила, что никогда не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так. «Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», заявила она. Реакция Украины и мира, ЕС и США уже заявили, что президентские выборы в Беларуси не признают. Европейский союз уже готовит санкции против белорусской власти, а в МИД Беларуси призывают блок к диалогу. Также МИД Британии заявил, что страна не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Министерство иностранных дел Украины заявляло, что разделяет позицию ЕС и призвала Беларусь к диалогу с обществом. Напомним, на митинге в Минске оппозиция озвучила свои политические требования. Отметим, цепь солидарности в Минске собрала около 100 тысяч человек. РБК Украина писала, что вчера акции прошли по всей Беларуси.